Переоценка объектов капитального строительства, а также земельных участков происходит раз в 3-5 лет. Сейчас проходит этап знакомства заинтересованных лиц с результатами оценки. В случае, если владельцы недвижимости или земли не согласны с ней, то в срок до 1 сентября 2020 года они могут подать замечания непосредственно в Центр кадастровой оценки, направив документы на электронный адрес или через МФЦ. Затем мы сформируем окончательный отчет, его утвердит управление имущественных и земельных отношений и с 1 января 2021 года эта кадастровая оценка вступит в силу. И именно с этой кадастровой оценки будут браться налоги, имущественный налог, земельный налог, ну и также арендная плата на земельные участки. Специалисты сообщают, что в случае увеличения кадастровой стоимости увеличится и сумма налога. Но в соответствии с налоговым кодексом она не может превышать сумму прошлого налога более чем на 10%. Предыдущая оценка была довольно давно, больше пяти лет назад. И, к сожалению, особенно по ОКСам, по объектам капитального строительства, мы видим, что она была очень плохо сделана. Раньше это делали не государственные учреждения, а тот, кто выиграл конкурс. И некачественно, к сожалению, подходили оценщики к этой работе. То есть оценщики не приезжали сюда, не видели, не знали, как это. Сейчас мы произвели расчеты, мы собирали рынок недвижимости, анализировали, строили модели и, соответственно, уже оценили в соответствии с этим моделем. Напомним, ознакомиться с результатами переоценки можно на сайте Центра кадастровой оценки Ненецкого округа. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.